Это школа коллекционирования Олега Бравкова. Мы сегодня в очень интересном, знаковом, культурном месте Латвии, Риги. В музее, доме Райни и Аспазе. Здесь внутри есть выставочный зал, где сегодня проходит выставка картин, галерея. У меня задача найти художника, который расскажет про свою картину. И сегодня будет очень интересная игра. Я четыре раза буду записывать видео с человеком в разных ипостасиях, разных форматах. Я сегодня буду как собиратель, как коллекционер, как инвестор и как торговец. Друзья, это интересная игра. Я обязательно не скажу, в каком видео кем я буду себя вести. Попробуйте угадайте в комментариях. Вниже напишите, и мы проверим, что вы знаете о собирателях, коллекционерах, инвесторах, торговцах. Поехали. Добро пожаловать. Идем. Друзья, мне сегодня повезло. Я нашел все-таки художника Николая Кривошейна в галерее, где выставляется его работа. Я его искал несколько лет. Мои друзья советовали познакомиться с этим человеком и поговорить с ним о его творчестве. Я думаю, что это очень интересно. Меня очень сильно беспокоит, интересует все, что я уже слышал о нем. И очень хочется послушаться самого мастера, что он будет говорить, рассказывать о своем творчестве. А вам нужно будет угадать, кто я такой на этот раз. Пишите в своих комментариях, а мы начинаем. Николай, здрасте. Очень рад вас встретить. Спасибо. Я знаю людей, они просили не называть своих имен, но они очень хорошо от вас отзываются, отзываются о вашем творчестве. И мне посоветовали иметь несколько работ у себя, связанных именно с вашим творчеством. Я сегодня первый раз увидел вашу работу, и она действительно интересна, она резонирует. Но я бы хотел больше понять, что вы вкладываете сюда, как сейчас модно говорить, месседж, вообще про свое творчество и про эту картину. Познакомьте меня, пожалуйста, больше со своим творчеством. Ну, давайте я, наверное, начну с того, что, на первый взгляд, это абстрактная работа, как это часто бытует мнение, что так и я могу, так и мой маленький сын может, да, и говорят, что, ну, а рисовать вы умеете? Да, умею. И на самом деле я прошел через все этапы развития художника, начиная от натурной живописи, потом через какие-то стилизации, и пришел к именно абстрактной живописи. Абстрактной по причине того, что я начал понимать, что какие-то элементы, не присущие этому виду искусства живописи, несколько мешают восприятию картины через колористику, через цвет. И я, как вот, что называется, ничего лишнего, как на боевом корабле, я откинул все лишнее. То есть я откинул содержательность картины, откинул какое-то сходство с предметами окружающего мира, литературную составляющую, но это и содержание, я имел в виду. Я ставил только те средства выражения, которые присущи именно живописному, даже скорее, точнее, даже сказать, цветописному искусству. Какому? Цветописному. То есть вы пишете цветом, да? Да, 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 я пишу цветом, да. Для меня цвет – это самое важное, самое главное, без чего не может существовать живопись. Картина не может существовать, живописная картина, колористическая, да. То есть мое творчество сориентировано именно в колористическом направлении, да. Ну и плюс, конечно, композиционные приемы, которые призваны сделать ее еще более выразительной и расставить акценты там, где мне нужно. Ну вот чтобы я вас больше понимал, вот на примере, вот что вы выражали, да, вот что именно вот вами двигало, да? Да, мною двигала в данном случае, во-первых, постановка определенной колористической задачи, какой-то определенный цветовой аккорд. Это не значит, что я должен в картину кидать все краски, которые у меня есть, да? Нет, здесь все выстроено на цвето-тональных отношениях. То есть на двух контрастных цветах, это зеленый и красный, с какими-то нюансами, оттенками в каждом из них, да? И плюс тональные какие-то отношения от белого до черного, которые тоже призваны, в принципе, задать цвето-тональный диапазон всей картине, да? То есть вот черный цвет, он поджигает, поджигает вот другой цвет, а белый, наоборот, он как бы немножко усиливает тональность цвета, да? Вот в двух словах, вот так может быть. Ну и вот есть какие-то серые кусочки, которые играют роль определенных пауз. То есть мы же знаем, что в любом виде искусства обязательно должны быть информативные куски и тишина, пауза, да? Потом снова информативный кусок. Мы не можем выстраивать все по информации, иначе это будет тарабарщина, да? По принципу. Я так привожу пример иногда. Например, с литературным творчеством, когда выходит мальчик, становится на турбуреточку и начинает рассказывать стих. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз, гляжу, поднимаюсь медленно в гору, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба», да? Без всяких пауз, без каких-то вот человеку. Без жизни, без эмоций. Да, да, да. А слушателю обязательно всегда нужна пауза. «Однажды в студеную зимнюю пору идет переварка информации. Я из лесу вышел, был сильный мороз». И опять пауза, да? И то же самое в живописи. Мы обязательно делаем какие-то информативные куски и между ними устраиваем какие-то тихие паузы. Либо это тональные паузы, либо цветовые паузы, да? То есть, конечно, здесь информации и активности больше, чем здесь. И для этого существует пауза. И может быть маленький пинь, акцентик, колокольчик какой-то, да? Вот на самом деле это все продумано, очень продумано. Ну и художник, он как дирижер направляет внимание зрителя в нужное место. В нужном месте он дает ему отдохнуть, да? Я имею в виду картинка, да, на плоскости картины. Где-то он сделает удар мощный, да? А где-то, наоборот, тихий мягкий выход. То есть полная аналогия с музыкой классической. Все то же самое с небольшой лишь разницей, что в живописном искусстве средство выражения – это цвет, тон, а в музыкальном творчестве – это звук. И композиционные приемы одни и те же. То есть ритмы, чередования, паузы, контрасты. Эти приемы композиционные, они присущи всем видам искусства. И когда неграмотные художники пытаются писать абстрактное и думают, что если они накидают, как попало, вот она картина, да? Нет, картина – это тонкая организация. Ну вот так в двух словах. Вот смотрите. О своем творчестве. Очень интересно рассказывать, даже заслушался, потому что мне было такое, знаете, я вот разговариваю с творцом, с создателем, человек, который вот как бы из ничего что-то – бах. Да, да, да. И вот мне очень импонирует, это очень симпатично, что вот вы так позитивно, где-то с юмором, да, и вот с очень правильным таким жизненным настроем рассказываете. Это здорово. Николай, скажите, это ваша первая работа в этом стиле? Или уже что-то было до этого? Нет, нет, нет. У меня… То есть я последние лет, наверное, 20. Так или иначе, вот приверженец именно этого направления в живописи. Это не стиль. А параллельно еще что-то пробуете? Или именно вот вы только вот здесь? Нет, 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 ничего подобного. Я иногда из каких-то ностальгических соображений по так называемому художественному детству или юности я ставлю какие-то натюрморты иногда. Редко, не часто, не как самоцель, но иногда вот хочется действительно с натуры что-то поработать, поделать. Практически всегда, не так часто, но выхожу на планеры и какие-то ищу цветовые пятна в природе. Ну, это как своеобразная гимнастика для… То есть это ваше основное направление, но вы себя пробуете в других тоже. Да, да, да. То есть я на самом деле… А сколько у вас уже работают в этом направлении? Ой, я даже не знаю. Примерно. 50, 100, 200. Ну, больше сотни. Больше сотни. Ну, конечно, да. Скажите, а вот этот размер – это ваша, ну, как бы, обычный размер или у вас тоже по размерам тоже эксперименты все время проходят? Большого размера работы, большого размера работы – это моя страсть. Это моя страсть, которую я как-то вот приобрел эту инъекцию. Принаписали дипломы в Академии художеств, в нашей Латвисской Академии художеств. Там у меня была работа где-то 2 метра на 3,5. Ого. Вот. На трех мольбертах она стояла. В этот период нам позволялось каждому дипломнику брать отдельную мастерскую. Это уже, так сказать, учебный год закончился. У меня была отдельная мастерская огромного размера. И я поставил вот эту работу и получил такое несказанное удовольствие от работы над большим таким… Ну, не форматом, а размером. Формат – это немножко все-таки другое. Так принято называть, что большой формат, малый формат. Ну, на мой взгляд, все-таки формат – это либо квадратный формат, либо горизонтальный формат, либо вертикальный, да? А размер – это все-таки другое. Вот. И… То есть у вас как бы работы разных форматов, но они в основном больших размеров, да? Есть небольшие тоже, есть небольшие тоже, но особый такой вот эйфорий я получаю от работы над большими работами. Хорошо. А вот есть какие-то у вас любимые цвета, которые во всех работах или в большинстве работ проходят? Есть такое что-то? Ох. Или что вообще вот есть вот между работами? Есть что-то, какая-то, не знаю, такая вот идея, которую проносите через все картины? Ну… Или это вот утром проснулся, и это вот как бы вот новый день, новая идея и новая работа? Нет, нет. Или что-то такое вот проносите через… Идея вынашивается, вынашивается долго. Невозможно писать картины, как пирожки печь. То есть после какой-то каждой, каждой серьезной работы обязательно у меня, мне нужен какой-то период релаксации. Да. И может быть по этой причине у меня нет так много работ, потому что я к каждой работе отношусь очень, очень, ну как бы сказать это, ответственно. Очень ответственно. И стараюсь ее отнастроить, откорректировать вот до мелочей, до мелочей. Но вот есть что-то общее в ваших работах? Общее в моих работах? Ну, наверное, мое мировоззрение общее, потому что вот это мировоззрение и владение какими-то приемами, колористическими, композиционными, оно доминирует над всем остальным. Ну да, есть какие-то элементы, которые повторяются так или иначе из работы в работу, и из этого складывается как бы узнаваемость художника. Но на самом деле я к этому совершенно не стремлюсь. Я убежден в том, что художнику не нужно работать над узнаваемостью. Он должен, наверное, делать честно, идти к поставленной художественной задаче и стараться развиваться. И тогда вот узнаваемость, она как бы сама собой должна прийти. То есть узнаваемость художника по его картинам, даже если это абстрактные картины. Сама собой, а не как самоцель. А насчет любимого цвета, ну не знаю, наверное, просто я люблю краски, и такого любимого цвета нет. Другое дело то, что я обращал внимание, что почему-то мне легче работать в каких-то тепло-желто-оранжевых колоритах, вот, работа в общих, таких вот теплых тонах. Ну, это нет. Просто, знаете, я вот, если вот художник мне нравится, да, я бы хотел иметь там 2-3-5 его работ, да. Да, это очень хорошо. Потому что одна работа не дает впечатления о творчестве. Да, и вот, ну, хотелось бы, знаете, чтобы вот они как-то друг с другом сочетались, перекликались какими-то общими идеями, ну, при всей разности работах. Вот как бы вот, как бы вы это охарактеризовали, вот, что я ищу вот в ваших работах, что бы мне помогло вот выстроить такое вот? Ну, наверное, экспозицию из нескольких работ нужно подбирать ровно по той же схеме, как художник подбирает аккорд цветовых пятен в своей картине, да. То есть, опять-таки, по аналогии с музыкой, набор цветовых пятен, как определенный аккорд, звуковой аккорд, да, вот один там минорный, другой мажорный, веселый, да, а третий такой вот какой-то тревожно-грустный, да. И исходя из этого, из этой задачи вы должны подбирать вот именно две-три работы, как определенный аккорд. Это мне так кажется. Может быть, для этого неплохо проконсультироваться с художником, либо с автором этих работ, либо с другим серьезным художником, с искусствоведом. А на самом деле коллекционеры серьезные, они, увлеченные этим делом, они, как правило, пытаются развиваться в этой области и задают художнику вопросы, которые позволяют завязываться какой-то диалог, из которого коллекционер начинают потихонечку разбираться в этом деле. Вот по аналогии с сегодняшним каким-то моим анализом, да, я ему рассказываю, почему я это пятно даже положил, какова цель этого пятна, почему здесь так, почему здесь так, как я выбирал цвет, почему я взял не открытый цвет, а какой-то полутон этого цвета, да, там оттенок, да, и даже не совсем подготовленные люди, когда я им это объясняю, рассказываю, то есть провожу им такую экскурсию по работе, и они говорят, ты знаешь, а теперь мне нравится, да. То есть очень многим, даже коллекционерам не достает вот этого опыта, анализа, а кто его может сделать, как не художник. Даже не всякий искусствовед способен на это, потому что искусствовед, он теоретик по большому счету, да, а художник, он делатель, и художник, конечно, что называется, ни одну собаку съел без соли и без лука на этом деле, и естественно, ему, наверное, у него больше возможностей разбираться в этом деле. И серьезный, опытный коллекционер, как правило, всегда пытается вот… Вы просите у меня вот эти объяснения и анализы. Тем более, что абстрактная живопись, она менее, что ли, доступна для понимания, чем понятная реалистическая пейзажа, натюрморты, фигуративная работа. Хотя, по большому счету, даже в реалистичных работах, натурных, художник все равно эти фигуры, цветы, вазы, элементы какого-то натюрморта, он тоже выстраивает их не как яблоки, цветы и что-то, а как пятна цветовые, да. И далеко не всякий человек способен оценивать картину через аккорд колористический, да, цветовой. Чаще всего смотрят, ой, какие яблочки, ой, как живые, да. Но это не живописный подход. То есть яблочки можно просто грязненько-серенько, не живописно нарисовать, но они будут как на фотографии. И это не критерий оценки серьезной живописи. Потому что я со своим критерием колористическим смотрю буквально на все. И на реалистические работы, и если я вижу, что по цвету там все сделано, либо стихийно, случайно, не продумано, но здорово все вырисовано, меня эта работа не интересует. Мне это не интересно. То есть имитация... Такой подход у вас, да? ...действительности мне неинтересна. Николай, знаете, мне очень было приятно с вами познакомиться, очень интересно. Я рад, что мы с вами пообщались. И вот, может быть, в заключении что-то такое короткое еще что вот... Что, может быть, я должен был спросить у вас, и не спросил что-то еще вот о себе там. Коротко расскажите. Коротко о себе? Что могло бы быть мне полезным? А, ну, может быть, раз это у вас школа коллекционера, то я так легким таким штрихом скажу, что помимо того, что я художник, я еще и коллекционер. Все, ловлю вас на слове, это будет одно из следующих видео. Отдельно запишем, хорошо? Окей, окей, об этом можно много говорить. Да-да-да. Ну вот именно как ваш гость, вот я пришел, и интересуюсь вашим творчеством, что-то еще об этом, может быть, что-то добавить? Или, в принципе, был обзор вот здесь? Ну, вроде как, да, более-менее. Ну, мне всегда было очень интересно. Дорогие друзья, со мной общался Николай Кривошеев, художник, очень интересный собеседник. И я вам напоминаю, что у нас игра. Вам нужно угадать, кто я вот сейчас в данный момент, какую роль я играл. Собиратель, коллекционер, торговец или инвестор? Пишите в ваших отзывах внизу и напишите, на какой минуте вы это поняли. Давайте повышаем свой уровень профессионализма в области коллекционирования. Школа коллекционирования Олег Бравков вам помогает. До новых встреч. Спасибо, Николай, было здорово, очень полезно. Спасибо, всего доброго.